...проводить вычисления, численные вычисления, связанные с обработкой массивов, значительно более эффективно, чем если бы они писались просто стандартными средствами питома. Значит, НОМПИ вводят в такой, в общем-то, класс, действительно, класс, как Н-мерный массив. В скольки мерный все равно, хоть десяти, в НОМПИ все равно, но эти массивы имеют несколько довольно серьезных ограничений. Они не столь гибкие, как, скажем, списки в обычном питоне. Списки – это на самом деле не списки, на самом деле, если правильно использовать терминологию из структур данных, это динамические массивы. Так вот, массивы, которые в НОМПИ, они не очень динамические. Во-первых, все их элементы должны иметь один и тот же тип. Поэтому НОМПИ также по совместительству предлагает целую иерархию типов. Флоат 32, флоат 64 для плавающих, то есть одинарная и двойная точность. И инт, по-моему, прямо с инт 16, инт 32, инт 64 для целых. Для комплексных чисел там есть какие-то свои типы тоже с разными размерами. То есть есть своя довольно богатая иерархия таких вот численных типов. И массив должен иметь все элементы одного и того же типа. Это раз. Во-вторых, менять на ходу размеры массива, вставлять чего-нибудь, выкидывать чего-нибудь из массива, какие-нибудь элементы, нельзя. Точнее говоря, все это можно, но при этом создается копия, создается новый массив. Нельзя менять размеры массива на месте. Вот как он создан, с каким размером, с таким он и будет, покуда он жив. А, ну да, вот эти самые нумпи-массивы, на которых, собственно, все и строится, как на фундаменте. То есть самое главное – это использовать нумпи-массивы, использовать их хорошо для повышения эффективности. Вот, так вот, они на самом деле состоят из двух частей. Ну, так, несколько условно, можно одну часть, на которую, собственно, ссылается переменная типа массив, назвать, скажем, заголовком. В заголовке хранится некая метаинформация. Размерность, сколькимерный это массив, сколько у него элементов вдоль каждой координаты, там еще кое-какая информация. В общем, вот такие служебные сведения. Так, и плюс к тому, этот заголовок массива содержит ссылку, собственно, на данные. А данные всегда представляют собой, ну, как бы одномерный массив. То есть любой там н-мерный массив, когда мы от него хотим извлечь элемент номер 1, 2, 3 какой-нибудь, вот этот 1, 2, 3 преобразуется в одномерный индекс, и этим одномерным индексом индексируется, фактически, вот, некий однородный одномерный массив. Поэтому, например, существуют операции, которые позволяют изменить, ну, вот, скажем так, форму массива, преобразовать матрицу в, ну, там, вектор чисел, состоящий из строк этой матрицы, написанный подряд, например. Или, наоборот, один длинный вектор преобразовать в матрицу, разрезав его на кусочку и расставив эти строки друг под другом, и так далее. То есть такого рода операции затрагивают только заголовок массива и не трогают данные. Еще одна с этим же связанная особенность состоит в том, что на одни и те же данные могут указывать несколько разных заголовков массивов. Это называется views. Ну, я не знаю, как, окошки, что ли, вот в эти данные разные. Через разные окошки можно смотреть на одни и те же данные. Они могут иметь разное количество координат, разные размерности по этим координатам. Но если мы какой-нибудь элемент данных изменим через одно из этих окошек, то все остальные автоматически будут это изменение видеть. Поэтому для того, чтобы создать именно настоящую копию массива, и чтобы в одной копии можно было что-то изменить, а другая копия этого не замечала, нужно использовать специально метод копии, ну, в общем, чтобы скопировать и данные тоже, не только один заголовок, который бы указывал на одни и те же данные. Ну, вот, дальше у этого, это пакет, то есть это большой набор модулей. Довольно часто, я бы даже сказал, в большинстве случаев, во всяких тюториалах по NumPy обычно принято импортировать, как импорт NumPy из NP, например, чтобы было покороче. Ну, как я уже, в общем-то, говорил, я лично предпочитаю просто явно импортировать все те имена, которые мне реально нужны, в текущее пространство имен, чтобы не писать бесконечно это NP-точка. Так как-то оно приятнее, собственно, сам основной текст программы выглядит. Но это в значительной степени дело вкуса. NP-точка – это всего три лишних символа, это не ахти как много. Ну, вот, значит, а, ну да, тут, кстати, чисто синтаксический комментарий. Значит, вообще-то говоря, в питоне же каждый оператор обычно пишется на отдельной строчке. Если что-нибудь сидит в скобочках, в круглых или в квадратных, или в фигурных, неважно, то можно разрывать в произвольном месте. Следующие строки будут считаться автоматически продолжениями, пока не закроется эта скобка. Так вот, если нужно импортировать чертовую ему разных имен, то можно весь этот список имен заключить в скобочке. В принципе, они, так сказать, не обязательны, но мы уже неоднократно встречали эту конструкцию. from чего-то, импорт – это, то и вот это через запятую, так? Но если, скажем, хочется эту штуку разбить на много строчек, то удобно это заключить в скобочке, тогда следующие строки будут автоматически считаться продолжениями. Что я тут и сделал, импортировал, тут цать каких-то имен из пакета numpy, которые мы будем в примерах использовать. Ну, значит, во-первых, как обычно, имя типа служит по совместительству конструктором, создает объект такого типа, ну, из всего, из чего авторы сочли нужным написать такую возможность в этом конструкторе. Например, совершенно очевидно, что… А почему нам надо импортировать из пакета numpy? У нас же вот эти функции… У нас развитием функций нет в самом питоне? Ну как? Ну вот мы импортировали функцию array, например. Вот мы ее используем. А что еще вы хотели импортировать? Она только в этом пакете нет, а в самом… А, ну так, array, собственно, в питоне отсутствует такая вещь. Собственно, в питоне есть лист, есть тюпл. Ну, вот две наиболее близких структуры данных. Но они заметно более, так сказать, динамичны. А вот array, который из numpy, он более строгие правила соблюдает. И array есть только в numpy. В голом языке питон такого понятия не существует. Ну вот, значит, вполне очевидно, что должна быть возможность построить этот самый массив из списка. Ну вот что мы и делаем. Тут, например, в этом списке у меня все числа целые, поэтому получился массив целых чисел. Массив целых чисел. Вот он, такой тип его, numpy, n-d-array, n-dimensional array. Принт, который на этот объект типа массив напускает, как вы, я надеюсь, помните, метод STR, и печатает в наиболее приятном для человека виде, не в машинно-читаемом виде, а в юзеро-читаемом виде. Так вот, принт пишет массивы в квадратных скобочках и без запятых. Ну, в общем, чтобы не было кучи лишних символов. Если я просто написал А, то он мне пишет array, такая скобка, такая скобка элементы через запятую, а принт от А пишет голый минимум. То, как, в общем-то, приятно воспринимать эти результаты. Поэтому я тут практически везде использовал функцию print, чтобы печатать результаты без лишнего шума. Значит, вот этот объект А, который есть массив, содержит изрядную кучу всяческих методов. Ну, часть методов он, конечно, унаследовал от объекта, от которого наследуют все объекты. Я их вычел, чтобы не смотреть еще раз на них. Но даже и после этого он содержит изрядную кучу методов. Вот всякие вот эти специальные методы, типа, там, чего, типа ADD, например. ADD служит для сложения вот этих вот самых массивов, там, и так далее. То есть такого типа метода, типа ADD, MOLE, DIF и так далее, они присутствуют во всех типах данных, которые поддерживают, ну, такие обычные наборы арифметических операций. Мы видели такие примеры, мы тут писали класс векторов, там тоже были похожие, значит. Ну, а тут этих таких вот специальных методов довольно много, все мы их, естественно, обсуждать не будем. Есть такие нормальные методы без всяких подчерков. Некоторые из них, мы посмотрим, что делают. Но, тем не менее, вот видно, что их изрядная куча. А, да, конечно. У вас там был С, что он делает С? С? С. Где С? В самом начале. В самом начале, сейчас. А, Т, вот этот. Что? Самый первый, Т, что ли? Нет, С. С, а где С? С, С. С, С, ИН, Четвертый. ИН Четвертый. Выше, 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 выше. ИН Четыре, вот. Не вижу никакого. А, вот здесь? А, С, А, я никак не мог понять слово. Нет. С, А, С, А, Я никак не мог понять слово. С, А, нет. То есть я хотел разность множеств устроить. То есть если бы я просто написал Дир от А, я бы получил список. Если бы я написал дир от обжекта, я бы получил список. Я хочу их преобразовать в множество и устроить теоретику множественную разность, чтобы не смотреть на еще несколько десятков. Ну, тут их и так изрядно десятков. Но от обжекта он еще несколько десятков методов наследует. Поэтому, чтобы уж на них не смотреть, я преобразовал во множество и устроил разность этих множеств. Так, ну вот, значит, самая фундаментальная характеристика массива – это его число измерений. В данном случае это одномерный массив. Вообще, мы будем обсуждать одномерные и двумерные массивы. Прочие используются реже, но и, в общем, уже зная про двумерные, можно по аналогии догадаться, как работают там трехмерные, скажем так. Вот. И еще одна фундаментальная характеристика любого массива – это шейп. Это количество, ну, размер вдоль каждой координаты. В данном случае возвращая тюпу. Если бы массив был трехмерный, это был бы тюп из трех элементов. В данном случае это тюп из одного элемента. И вдоль этой единственной координаты у этого массива есть три элемента. лен от а возвращает, на самом деле он возвращает размерность в самой первой координате. Но в данном случае самая первая, она же единственная, поэтому он возвращает три. А вот а точка сайз возвращает количество элементов этого массива. То есть если бы это был многомерный массив, это было бы произведение всех его размерностей. Но опять же, в данном случае это всего лишь то же самое три. Ну вот я уже говорил, что все элементы обязаны иметь одинаковый тип, поэтому а точка дтайп возвращает этот тип. Этот тип есть дтайп от строки int64. Ну это у меня 64-битный ноутбук. На 32-битном ноутбуке здесь бы фигурировал тип int32. Item size – это размер одного элемента массива в байтах, то есть целое число здесь 8-байтное. Опять же, на 32-битной системе здесь было бы написано 4. Индексировать элементы массива можно, естественно, обычным образом. вот это первый элемент, но поскольку они нумеруются с нуля, как мы помним всегда, так? Где у нас? Ой, гораздо выше. Где у нас этот? Вот он. Был массив 0, 2, 1, так? Поэтому его первый элемент – есть двойка. Мы можем этот первый элемент, скажем, изменить, сделать его тройкой. Тогда массив будет 0, 3, 1. Само собой понятно, что массивы можно использовать в циклах, но так же, как списки в стандартном питоне. Но тут мы как раз фактически теряем все преимущества нумпи. То есть как раз вот такие списки по элементам в интерпретируемом языке, они содержат кучу накладных расходов, и поэтому выигрыш в производительности в нумпи достигается в том случае, когда мы максимально широко используем операции над массивами как целыми объектами, а не разбираем их на элементы, делаем что-то с элементами, собираем куда-то опять. При этом мы теряем быстродействие. То есть цикл, вот такой форцикл питона, как раз содержит изрядно накладных расходов. А когда мы вызываем какой-нибудь метод массива, который обрабатывает массив весь как целое, то там содержится, в общем-то, такой же цикл, но в библиотечной функции, написанной на си, скомпилированной в нативные окоды. Поэтому он выполняется гораздо быстрее. Значит, это был массив целых чисел. Если в этом списке в исходном есть хоть одно число с плавающей точкой, ну, тут я все три написал, но это не важно. Достаточно было бы, чтобы было хоть одно, остальные могут быть целые. То функция Array преобразует эту штуку в массив чисел с плавающей точкой. FLOAT64 – плавающее число с двойной точностью. Можно тип функции Array указать в виде дополнительного параметра вот такого явно. Detail равно, ну, там, чего-нибудь. Если мне сильно охота, я бы здесь мог написать FLOAT32 и получить массив чисел с единарной точностью на 64-битной системе, чего в стандартном ПТУНе не бывает, раз уж в стандартном ПТУНе FLOAT это всегда double precision. Так, ну вот, значит, один способ, стало быть, создать массив – это применить функцию Array к списку, ну, или к тюплу, в общем, к множеству, я так думаю. В общем, к чему-нибудь такому, что содержит много элементов, он преобразуется автоматически в массив. Но это не всегда, естественно, удобно – создавать сначала такую развесистую чисто питонскую структуру, а потом из неё делать более компактный numPi-массив. Поэтому должны существовать способы создать именно сразу изначально numPi-массив. И таких способов есть тоже достаточно много. Тут широкий простор для выбора. Самые простые из них – это zeros и ones. То есть просто создать массив, весь сплошь заполненный нулями и единицами. Ну, такой массив, он весь сплошь из нулей, вряд ли так уж сильно и часто нужен и полезен. Но его можно создать, при этом уже выделится нужная область памяти, создастся какой-то заголовок массива и область памяти для данных, а потом его элементам присваивать то, что понадобится. Поэтому, скажем, типичный способ создать там действительно большой массив в numPi – это именно создать массив, забитый нулями, а потом присваивать уже нужным элементам нужные значения. Видно, что zeros и ones, кстати, тоже по умолчанию создают массив плавающих чисел, поскольку они чаще встречаются. Но если указать D-type равно int 64, например, в данном случае, он создаст массив целых чисел. Дальше. В обычном питоне существует такая функция range, которую в очень большом количестве случаев применяют в циклах. в numPi существует a range, который создаёт массив. А так, смысл у неё очень похожий. То есть вот это начало этого диапазона, это конец диапазона, это шаг. Причём конец диапазона не включается. Но в данном случае он бы и так не включился. Я тут написал число 9, которое нечутное. Потом он создаст range от 0 до 8 с шагом 2 – массив целых чисел. Если хоть одно из этих чисел плавающее, то range вернёт массив плавающих чисел. Опять же. И вот здесь уже, ну, так скажем, важное предупреждение. Ну, оно очевидно, впрочем. Написать вот здесь 8.0 – вообще говоря, было бы плохой идеей. В данном случае, я думаю, оно бы сработало. Но тогда включится или не включится последний элемент в этот массив будет зависеть от ошибок округления. Вот если бы я здесь написал не 2.0, ну, там, 0.1, например, то 0.1 число десятичное не может быть точно представлено в виде плавающего числа с двойной точностью. Оно представлено только приближённо. И поэтому оно будет чуть меньше или чуть больше. От этого будет зависеть вот этот вот последний элемент, скажем, включится или не включится. Поэтому очень вредно в функции arrange использовать вот этот вот последний конец диапазона, такой, что он отстоит на целое число шагов от начала. Лучше сделать, чтобы он отстоял на целое число шагов, плюс там или минус ещё полшага. Тогда никакие ошибки округления влиять на случайным образом на эту штуку не будут. Есть очень полезный конструктор Lean Space, который, я бы сказал, даже чаще полезен, чем arrange, который делает, в общем, в каком-то смысле ту же работу, но смысл аргументов у него другой. Значит, Lean Space создаёт массив от вот этого значения до вот этого значения включительно. От нуля до восьми включительно. И всего в нём пять чисел. То есть в данном случае, ну, вы можете сами посчитать, какой нужен шаг. То есть можно... Шаг, оказывается, равен двойке. И... Ну, такая форма записи, она как-то нагляднее. Во-первых, здесь действительно начало и конец фигурируют явно. Ну, а во-вторых, обычно мы знаем, сколько именно чисел мы хотим в этом массиве, поэтому Lean Space просто удобнее писать. Хотя функциональность фактически эквивалентна arrange. Можно их преобразовать. Такие вещи очень полезны, ну, вот, скажем, при построении графиков, чтобы сделать сетку с постоянным шагом. Точно так же для построения сетки с постоянным шагом по логарифмической шкале используется Log Space. Log Space, вот этот, вот от 10 в нулевой до 10 в первой, 5 равно отстоящих в логарифмической шкале чисел создаёт. Вот 1, там 1 с чем-то, 3 с чем-то, 5 с чем-то, последний элемент – 10. Ну, это, я бы сказал, уже некая экзотика, которая чаще нужна для построения графиков, когда, скажем, горизонтальная ось в логарифмическом масштабе. Тогда Log Space очень полезен, а в прочих случаях как-то он редко применяется. Ну, вот, ещё один конструктор – это просто сделать массив, набитый случайными числами. Вот просто рендом. Ну, это свой рендом, это не тот рендом, который из стандартной питонской библиотеки рендона, который из NumPy рендом. То есть он понимает про массивы. Так он возвращает массив n случайных чисел от 0 до 1. Вот в данном случае он вот такой получился. Когда мы так написали, мы уже не можем обратиться к рендому, который… Можем, но если мы вот так написали, то просто один голый рендом будет означать вот этот рендом, который мы импортировали вот таким образом. А тот мы можем, например, импортировать, скажем, по другим именям. From random import random as чего-то там. И то другое имя будет означать рендом из стандартной библиотеки. Ну, или еще можно импортировать, ну, вот не до конца, не без from, тогда его через точку надо вызывать. То есть надо, чтобы он не так вызывался. Так. Ну вот, значит, я уже довольно много раз говорил и ни разу не объяснял подробно, что такое операции над массивом как целом. Массивы можно складывать, вычитать, умножать, делить, в степень возводить. Это просто все делается поэлементно. Вот у нас были какие-то два массива А и Б, массивы плавающих чисел. Я их складываю, получаю еще какой-то массив плавающих чисел. Точно так же я их могу вычитать, могу умножать поэлементно. Вот это умножение – это поэлементное умножение, как и все остальные. Это не есть там скалярное произведение двух векторов. А скалярное произведение двух векторов тоже есть. Это отдельная операция. Вот она. Она выглядит как знак ЭТ. Это вот скалярное произведение этих наших двух векторов. Но тут я должен опять сделать маленькое предупреждение, состоящее в том, что вот этот знак ЭТ как операция, набор бинарных операций зафиксирован в определении языка. В отличие от некоторых языков, нельзя создать новую бинарную операцию или там унорную. Можно создать функцию, пожалуйста, сколько угодно, но не операцию. А набор операций, их приоритеты зафиксированы определением языка. Так вот, вот эта операция ЭТ, которая означает матричное умножение, появилась в питоне 3.5. И, собственно, в голом питоне она нигде не используется. Она есть. Парсер ее понимает. У нее есть фиксированный приоритет. Насколько я знаю, такой же, как у обычного умножения. Но просто в программе на обычном питоне она никакого смысла не имеет. Впрочем, для нее зарезервирован вот этот специальный метод. Я забыл, как он называется, но это всегда можно посмотреть, который с двумя почерками в начале и в конце. Если вы напишите свой класс, который хочет реализовать вот такое некоммутативное умножение, вы в нем определите метод вот с этими почерками и будете спокойно использовать операцию ЭТ. В частности, этой возможностью, естественно, сразу воспользовался пакет NUM-P, который тоже нужно довольно новый иметь. И вот специально ради этого я буквально на днях на этом ноутбуке с питона 3.4 перешел на 3.5, чтобы матричное умножение писать покрасивше. Потому что иначе его надо было писать в виде вызова метода с кучей лишних знаков. Много букв, как говорится. Ну вот. Значит, это операция над массивами как целыми, но возвращающая одно число, а не поэлементное. А все остальные, в общем-то, поэлементные. Вот поэлементное деление, поэлементное возведение в степень. А если попытаться перевнорить, например, разноразмерности массива, какая будет реакция? Ошибка будет. Ошибка будет? Будет ошибка. Вот разных типов, то есть один целый, другой и плавающий, можно. Тогда это будет возвращать плавающий результат. То есть это я сейчас тут покажу. А, ну да, вот это как раз ровно следующая фраза. Вот, допустим, а это у нас массив плавающих чисел. Сделая массив целых чисел, того же размера 5, тогда их можно сложить, или там умножить, или поделить, или что угодно сделать. При этом целые числа продвинутся до плавающих. А вот если один размер А5, а другой размер А10, это будет таки ошибка. Вот. Теперь, в пакете NUM-P есть своя реализация всяких обычных функций, тех же, которые есть в библиотеке math. Но это реализация, которая, опять же, понимает про массивы. И поэтому, если мы хотим напустить синус или экспонент, или логарифм на массив, нам нужен синус экспонента и логарифм из пакета NUM-P. Они из пакета масс. Значит, в пакете NUM-P такая функция называется U-fung, универсальная функция. Универсальная в том смысле, что ее аргументом может быть либо одно число, либо массив. Любой размерности. Может быть, U-fung от трехмерного какого-нибудь массива. Он просто будет применять синус поэлементно к каждому элементу этого массива. Причем, написать свою универсальную функцию на питоне нельзя. То есть, тут, к сожалению, надо обходиться тем набором функций, которые есть в NUM-P, ну, или там, в некоторых его расширениях, таких как в S-K-P. Либо его надо писать на C. Потому что, чтобы вот этот самый синус массива считался эффективно, надо вот этот вот цикл, который неявно там присутствует, чтобы он был написан на C и скомпилирован и помещен в этот, ну, там, в SO, в общем, в объектный код, который загружается. Если бы я попытался написать что-нибудь подобное на чистом питоне, мне бы пришлось написать for-цикл, заработать кучу накладных расходов. Поэтому набор функций, в общем-то, довольно ограничен. Его можно расширять, ну, вот, либо на C, либо на C-тоне, который мы где-то в конце этого курса будем немножко обсуждать. Ну, а вот те универсальные функции, которые есть, можно спокойно напускать на массивы, и они применяются поэлементно. Теперь, во всяких операциях арифметических, один из операндов, хоть первый, хоть второй, может быть скаляром одним числом, а не массивом. Тогда, скажем, A плюс 1 будет прибавлять единицу к каждому элементу массива. А 2 умножить на будет умножать на двойку, опять же, каждый элемент массива. Теперь, что будет... Вот у нас были там определены два массива плавающих чисел А и Б. Если я их сравню, напишу А больше Б. А вот, оказывается, будет массив, опять же, того же размера, массив булевых значений. Такие массивы булевых значений, ну, как бы маски, которые содержат тру для некоторых элементов этого массива, они очень полезны. Сейчас мы увидим от них несколько примеров их использования. Кстати говоря, пожалуй, стоило бы сказать, стоило бы сказать, тут у меня это как-то нигде не предусмотрено, напишу сейчас явно. Равно-равно тоже возвращает массив булевых значений. Ну, в данном случае ни один элемент массива А не равен соответствующему элементу массива Б. Поэтому, если вы хотите использовать равно-равно где-нибудь в Ифе или в чем-нибудь в этом роде, то тут на этот равно-равно надо еще напустить, напустить, скажем, функцию UL, которую мы сейчас увидим. А просто так он возвращает не одно булевое значение, а массив. Почему это удобно? Ну, в большинстве случаев удобно. В некоторых случаях как раз наоборот мелкое неудобство доставляет. Вот, допустим, я сделал некий массив булевых значений тех, где соответствующий элемент А больше 5. Вот видно, что вот эти два больше 5. Эти, очевидно, меньше или равны 5. Так? Вот. Имея массив булевых значений, можно посмотреть, ну, можно на них напустить квантеры. Существует и для всех фактически. То есть, если существует истинный элемент, хоть один истинный элемент в этом С, то any от С будет возвращать true, а ул от С возвращает true, только если все элементы С есть true. Теперь, да, так что вот если в ифе хочется сравнить два массива на равенство, и если они равны, то чего-нибудь там делать, то надо написать что-нибудь типа иф ул от А равно равно Б. Вот это в этом месте некое мелкое неудобство от этого происходит. Теперь, есть операторы, которые модифицируют свой левый аргумент на месте. Там плюс равно, умножить равно и так далее. Это все можно делать. Справа может стоять или число. Вот я здесь ко всем элементам А прибавил единичку на месте, не делая окупии. здесь все элементы Б я умножил на двойку, опять же, на месте. А теперь здесь вот я где? Вот здесь. Я элементы Б поделил на элементы А на месте, то есть, опять же, массив Б изменился. Теперь вот я уже говорил, что плавающие целые можно комбинировать, и при этом целые преобразуются в плавающие. Поэтому к плавающему массиву можно на месте прибавить целый массив. А вот наоборот нельзя, наоборот не получится. Левый аргумент есть массив целых чисел, а мы хотим на месте в него записать кучу чисел с плавающей точкой. Это в NMP такого безобразия не позволит, скажет, что это type error. Ну вот, теперь при, скажем, делении массивов, например, в некоторых элементах могут возникать деления на ноль, естественно. Обычный стандартный питон, если мы напишем какую-нибудь функцию, которая производит такое поэлементное деление, тут же первый раз, как такое деление на ноль встретилось, возбудит исключение, и исполнение этой функции на том и прекратится. NMP в этом смысле относится к таким нелегальным арифметическим операциям более толерантно. Он содержит специальное значение NUN, NOTA NUMBER, и INF, INFINITY. И поэтому если я поделил на такой массив член то я что получу? Во-первых, я получу предупреждение, но это именно предупреждение, это не видно, что здесь нет стандартных слов, которые всегда появляются, когда возбуждено какое-то исключение. Это можно считать warning, а вот здесь мы в этом результирующем массиве получили одно нормальное число, один NUN, одну бесконечность и одну минус бесконечность. Дальше с этими значениями NUN и INF в общем-то можно продолжать работать, хотя это довольно глупо, но в принципе ничего страшного. То есть если к NUN и любому нормальному числу применить любую арифметическую операцию, мы опять получим NUN. INF в общем-то обладает довольно стандартными свойствами. А кстати интересно, а что будет если я напишу, вот это я не пробовал, если я напишу, ой господи, где здесь запятатель, но ничего не видно. Да, 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 я хочу или умножить на н, нет, да, я хотел не это даже сделать, но хотя это тоже хороший вопрос, умножить на ноль. Так, значит, если я напишу на, умножить на ноль по просьбе публики, я напишу один, ну я даже напишу один точка ноль, чтобы было точно плавающее число и поделю на INF. Вот, что меня интересует. Да, а, так, INF на ноль, да, я понял, это более интересный вопрос. Да, действительно, значит, INF на ноль дал NAN, а один на INF дал обычный ноль. То есть, в общем-то, они обладают логичными свойствами, и, в принципе, с такими вот массивами, которые в разнообразных местах содержат NAN и INF, можно продолжать работать. Ну, хотя это нежелательно, то есть, это реально означает, что в программе что-то пошло не так, поэтому лучше такие ситуации там отслеживать и как-то на них реагировать. Но, если вы не отреагировали, то, ну, скажем, в качестве окончательного результата вашего большого и длинного вычисления, вы, скорее всего, получите NAN, что не очень полезно. Дальше, у массивов есть еще такие методы, как сам Макс Мин. А, кстати, еще прод есть. Забыл его написать. Давайте я его тоже сюда включу. Так. Хочу еще написать B. прод. темноте плохо видно, не то я сделал. Прошу прощения. Что мне теперь надо сделать? Так, мне надо сделать. И что-то я тут уже испортил. Вот так. Вот. Теперь вроде все в порядке. это сумма всех элементов массива B, это произведение всех элементов массива B, это максимальный, это минимальный элемент этого массива. Теперь есть функция сорт в NUMPI, есть метод сорт массива. Функция сорт возвращает массив отсортированный, но это массив копия. То есть массив B как был не отсортированный, так и остался. А вот метод сорт сортирует массив на месте. И поэтому если исходный массив вам, например, не нужен, то всегда эффективнее использовать метод сорт, отсортировать его тут же, не занимая лишнюю память. функция H-Stack имеет один аргумент, который должен быть теплым, и который перечисляет несколько массивов, и он их просто все составляет вместе в один большой массив. Но естественно, то есть пока что они у нас одномерные, пока мы не дошли до двумерных массивов, поэтому нет вопроса, как их составлять. То есть H вообще-то означает горизонтально, но это для матриц имеет смысл, а для одномерных массивов в общем-то составить их вместе по горизонтали значит просто объединить их в один большой длинный массив. Теперь есть еще в каком-то смысле обратная функция H-Split. Второй аргумент, ну, у нее есть несколько разных типов вызова. Вот если второй аргумент есть список, то это список индексов, и этот массив разрежется по вот этим индексам на несколько массивов. Получится список, кстати, именно список, обычный питонский список из трех объектов, каждый из этих трех объектов есть массив numpish вот этот до третьего элемента, этот с третьего до шестого, это все, что после шестого. Есть и методы insert, не методы функции, прошу прощения, insert, delete и append, но они возвращают новый массив копию, то есть они никак не затрагивают исходный массив. Изменить размер массива на месте нельзя. Можно создать копию, но можно ее потом присвоить той же переменной, тогда исходный вот тот массив garbage collection приберет когда-нибудь, но просто видоизменить массив невозможно. Это вот значит было удаление с пятого по седьмой, это вставка перед вторым элементом еще двух дополнительных нулей, это объем в конец еще три элемента в конец этого массива я добавил. Ну вот, теперь значит что можно описать в квадратных скобочках после массива в качестве индекса. Ну вот сделаем какой-нибудь такой массивчик, вот такой вот, который от нуля до единицы и содержит 11 элементов. Вот он какой из себя. Значит, можно описать просто одно целое число. Ну это очевидно, это мы уже проходили. Так, можно описать как обычное, как всегда в питоне диапазон, причем опять же как обычно это означает включая элемент номер 2, но не включая элемент номер 6. То есть это второй, третий, четвертый, пятый элементы. То есть левый конец всегда включается, правый конец всегда не включается. Это как для стандартных питонских там списков или тюплов. Тут нет никакой новости. Но теперь вот это я уже кратко упоминал. Вот в этом месте я повторяю подробнее, потому что вот здесь есть некое важное отличие от, скажем, работы с обычными списками в голом питоне. Вот когда я вот создал такой подмассив и присвоил его переменной B, то создался новый заголовок массива, который содержит какую-то новую информацию о его измерениях, но ссылается на ту же область памяти, выделенную под данными. То есть это два разных заголовка, два разных окошка в один и тот же набор данных. Поэтому если я вот этот нулевой элемент массива B изменю вместо 0,2 а его сделаю минус 0,2 то массив A весь исходный тоже изменится. В нем вместо 0,2 стало минус 0,2. Вот если такое поведение нежелательно, надо использовать метод копий, который я тут где-то несколькими строчками ниже покажу. А так просто надо помнить, что всякие диапазоны создают только новый заголовок, а не новую область данных. Вот это диапазон с шагом. Он в стандартном питоне такой есть. Мы просто как-то его не смотрели, потому что он довольно редко нужен. Но можно написать не только чего-то двоеточие чего-то, но потом написать еще одно двоеточие и шаг. В данном случае мы имеем с шагом два. То есть вот это вот был первый элемент, третий, пятый, седьмой и девятый. Так исходного списка. Опять то же самое. Если я сейчас изменю один из них, вот этот элемент я сделаю равным минус 0,1, то он изменится в исходном массиве А. Шаг, в частности, может быть равен минус единице. И поэтому вот такая конструкция от длины А до нуля с шагом минус единица, а значит создает новый заголовок массива, который смотрит на те же самые данные, но перечисляет их строго в обратном порядке от конца к началу. Теперь если я возьму не в правой части присваивания, а в левой части присваивания напишу какой-нибудь диапазон индексов. Например, вот такой от единички с шагом 3. А справа напишу просто число. Справа я мог бы написать массив, содержащий правильное количество элементов, или мог бы написать число. Это означает просто всем элементам, начиная от первого с шагом 3, присвоить ноль. Вот я занулил вот этот, этот и этот элемент этого массива. Следующий уже не влез. вот тут опять важное отличие от обычного голого питона состоит в том, что если я вот такой диапазон напишу, то есть от начала до конца массива, то я все равно создал всего лишь новый заголовок, а не новую область данных. и поэтому в массиве А у меня вот этот минус, а нет, вот этот вот ноль, который там был, заменился тоже на 0.1. Я тоже вижу те же данные через другое окошко. Поэтому то, что в обычном питоне для списков вот такая конструкция создает копию, тут она тоже в каком-то смысле создает копию, но это что называется шеллоу, мелкая копия, то есть она копирует верхний уровень, вот этот заголовок массива новый создается, а сама область данных не копируется. Вот чтобы такого рода дублирования областей данных между разными массивами не было, надо использовать метод копии, который создает дип-копию, глубокую копию. Вот теперь я значит что сделал? Я B сделал копией массива А, потом второму элементу присвоил ноль, вот здесь мы видим благополучно нолик, а массив А при этом не изменился, там как было минус 0,2, так там и осталось минус 0,2. То есть копия создает два абсолютно отдельных и независимых массива. Теперь в этих квадратных скобках, которые задают индекс, можно написать список индексов. вот это вот внутри это обычный питонский список. И что же получится в результате? В результате получится массив, состоящий из второго, третьего и пятого элементов вот этого массива А. Еще одна экзотическая возможность, впрочем, на самом деле полезная экзотическая возможность, состоит в том, что в квадратных скобках вместо индекса можно написать булевский массив. Вот тут булевский массив явно выступает в роли маски. То есть вот я вот здесь создал булевский массив маску тех элементов массива А, которые больше нуля. А вот тут иногда false, иногда true. Видно, что тут чего-то такое понаписано. И теперь я хочу выделить отдельно массив, который состоит из всех элементов массива А, которые больше нуля. Вот это делается очень легко. Если бы я не хотел проиллюстрировать, что же такое массив Б, я мог бы прямо в одну строчку написать А от А больше нуля. Это массив, состоящий из всех элементов массива А, которые больше нуля. То есть вполне такая компактная запись. использующая вот это свойство, что индексировать можно Булевским массивом. Работает оно быстрее, если бы мы допустим цикл просто... Да, несомненно, потому что еще раз, тут неявно присутствует какой-то цикл, но этот цикл сидит в библиотечной функции, которую кто-то написал на Си. Так, значит двумерные массивы, они в общем-то имеют естественную интерпретацию как матрицы, ну а трехмерные массивы можно рассматривать, скажем, как последовательность матриц и так далее. Но больше, чем двумерные, в общем, используются все-таки реже, хотя отнюдь не бесполезны, но мы их тут не будем примеры смотреть, а двумерные используются в этом смысле очень часто. Вот, значит, во-первых, Рэй. Рэй, как обычно, стремится создать массив из всего, из чего это имеет смысл. Ну и, например, если я сюда подсунул питонский список списков, причем число элементов в каждом вот этом внутреннем списке должно быть одинаково, то я получу двумерный массив вот такой вот. Значит, вот его некоторые характеристики. Число измерения этого массива двойка. Длина этого массива двойка, это означает длина по самой первой координате. Самый первый, это значит координате номер 0, все с нуля нумеруется. А вот размер этого массива это четверка. То есть размер этого массива – это суммарное число элементов в этой матрице 4 элемента. То есть это произведение размеров по каждой координате. А вот A-shape теперь – тюпл из размерности по первой координате и по второй. Ну, я лучше буду правильно говорить – по нулевой координате и по первой. Ну вот, значит, индексировать можно стандартным образом. Кстати, я тут должен сказать, пожалуй, что с точки зрения языка питон как такового, вот эта запись A от 1,0 означает то же самое, что A от тюпла. То есть когда в такой позиции сидит несколько выражений через запятую, это реально тюпл. И в стандартном таком питоне индексировать тюплом, по-моему, ничего нельзя. Можно для своего класса написать такой метод, но в стандартном языке вроде таких нет. А вот для N-мерных массивов в N-пи – это стандартная совершенная ситуация. То есть вот здесь я сказал, что номер строки есть единица, номер в этой строке позиции есть 0. Вот этот вот элементик я выделил. Всё нумеруется с нуля, ещё раз я говорю. Поэтому это вот это минус единичка. Я её здесь благополучно увидел. Теперь вот то, что я говорил, что имея данные вот в этой самой области памяти, отведённой по данным, можно всяческим образом над этими данными издеваться и менять их форму как массива. Вот я создал одномерный массив из четырёх чисел, а теперь я хочу его превратить в матрицу. Можно это сделать вообще вот так. Пожалуй, что самый наглядный способ. Вот здесь вот… А, давайте я ещё раз сделаю. Вот здесь вот B – это одномерный массив. Если я сейчас здесь посмотрю B.Shape, то я здесь благополучно увижу тюпл из одного элемента четвёрка, а теперь этому B.Shape присвою тюпл 2.2. И опля! Мы получили 2 на 2 матрицу. Важно, чтобы произведение всех вот этих чисел было равно вот этому числу элементов данных. Иначе не будет ошибка. Это иногда бывает полезно. Но, впрочем, я бы сказал, не так, чтобы очень часто. Значит, обычный знак умножения, как всегда и как везде, в numPi означает поэлементное умножение. У нас были два массива 2 на 2. Теперь я соответствующие элементы умножил друг на дружку, получил новый массив. Это вовсе не есть произведение матрицы. Произведение матрицы – это вот этот вот замечательный новый оператор – ЭТ, который появился вот совсем недавно. А, кстати, давайте я здесь ещё напишу. Произведение матриц в обратном порядке, так? Я думаю, будет что-то другое, если случайно не окажется, что именно эти две матрицы почему-то коммутируют. Но, по-моему, эти две матрицы отнюдь не коммутируют. Так? А теперь этим же знаком ЭТ можно умножать матрицу на вектор. Хоть справа, хоть слева. Ну, два вектора друг на друга можно скалярно умножать. Это мы уже видели, так? Значит, вот здесь вот я создал вектор из двух элементов – единичка и минус единичка, но, вплощем, я хочу, чтобы они были плавающие. И вот здесь вот я взял матрицу, умножил на вектор. Причём вектор стоит справа. А вот здесь вектор стоит слева. В обоих случаях получается вектор, что, в общем, вполне очевидно. Теперь, I от N – это единичная матрица N на N. Ещё один конструктор, который полезен в основном именно для работы с матрицами. Значит, вот эта матрица, у неё 16 элементов. Вместо того, чтобы присваивать что-то атрибуту шейп, можно вызвать метод решейп. Это фактически то же самое. То есть вот решейп от 16 – это я все записал в виде одномёрного массива с 16 элементов. А вот здесь я его решейпнул на 2,8. То есть получил матрицу из двух строк по 8 элементов в каждой. Если я в матрице укажу только один индекс, то это означает взять строку номер 1. Поскольку строки, опять же, нумеруются с нуля. Вот у нас была нулевая строка, вот это первая строка. Вот мы её и получили. И поэтому, в общем-то, должно быть ясно, что матрицу можно использовать в питонском цикле, но тогда это будет перебор по строкам. Значит, для всех строк в матрице I можно с этой строкой чего-нибудь делать. То есть вот каждый раз row есть вектор, одномерный массив. А если мы хотим выделить из матрицы не строку, а столбец, то вот тут надо использовать вот такое вполне тоже стандартное обозначение. То есть означает, что первый индекс любой, от начала до конца, а второй индекс есть двойка. То есть это столбец номер 2, вот номер 0, номер 1, номер 2. Вот он, столбец номер 2. Вот я его выделил в виде вектора, в виде одномерного массива. Можно вырезать из матрицы какую-то под матрицу вообще в совершенно произвольном месте. Вот, допустим, первый индекс будет от 0 до 2, но не включая 2, а второй будет от 1 до 3, но не включая 3. Вот из этой матрицы 4 на 4 я вырезал кусочек 2 на 2. Вот он так и выглядит. Ну, наконец, можно... А, ну это можно было даже, наверное, раньше показать. Ну ладно, это я уж не буду туда возвращаться. Можно получать массивы из функций. Из питонских функций, из обычных нормальных питонских функций. Вот я здесь определил некую функцию двух целых аргументов, которая возвращает там вот 10 на i плюс g. И теперь я могу вызвать from function от вот этой функции f от размера нашей матрицы 4 на 4. И я хочу, чтобы это была матрица целых чисел. Вот вам, пожалуйста, получилась вот такая вот матрица. Теперь, вот была у нас где-то там матрица b. Так, а где она была? Она давно была, я уже забыл, какая она была. Была матрица b. Вот она, матрица b. А 0, 1, 2, 3. Вот такая вот матрица была. Значит, b точка t – это означает b транспонированное. Это на самом деле… Сейчас, как это называется? Property это называется. То есть это нечто, что выглядит как атрибут, но на самом деле является вызовом метода. У этого метода есть полное имя – transpose. Я мог бы здесь написать transpose со скобочками. Ну, а как-то, короче, писать просто точка t. Теперь вот видно, что действительно h-stek и v-stek делают две разные вещи. h-stek составляет две матрицы по горизонтали, а v-stek составляет две матрицы по вертикали, друг под другом. Теперь вот для одномерных массивов мы видели, что существуют методы SAM, MAX, PROD, MIN. Мы их там вызывали с пустыми скобочками просто. Для массивов с несколькими измерениями надо указывать, вдоль какой координаты мы это все суммируем. То есть вот здесь, значит, b. b – это вот такая матрица, как вы, возможно, помните. Матрица 0, 1, 2, 3. Теперь я суммирую вдоль оси номер 0, то есть вот так вот, я получаю здесь двойка, здесь получаю четверку. А если я просуммирую вот так вот, то я получу сумму по строкам. Сумма строки номер 0 есть единица, строки номер 1 есть 5. Та же самая история с MAX, или MIN, или PROD. Значит, это максимальный элемент каждой строки матрицы. Это произведение всех элементов каждой строки матрицы. Но если бы я для столбцов хотел, я бы здесь 0 написал, а не 1. Трейс от матрицы. Матрица должна быть квадратной. Это сумма диагональных элементов. Теперь, но трейс уже можно рассматривать как в каком-то смысле кусочек линейной алгебры, но поскольку трейс вполне полезным образом применяется даже к массивам большей размерности, только там какие-то дополнительные параметры надо указывать, то он прямо непосредственно в пакете NUMB определён. А вот несколько более специфических функций именно для линейной алгебры определены в подпакете NUMB, LIN, ALG. Опять же, по, возможно, моей дурацкой привычке, я хочу все имена, которые я буду использовать, иметь в своём глобальном пространстве имён, поэтому я оттуда импортировал несколько имён. Вот у нас была матрица B, я хочу её детерминат, вот я и пишу детерминат B, получаю что-то. INV возвращает обратную матрицу. Вот она выглядит вот так. И если я умножу нашу матрицу и обратную матрицу друг на дружку в любом порядке, то я получу единичную матрицу действительно. То есть вот это проверка того, что обратная матрица была правильной. Теперь, где-то там у нас валялся вектор V. И вот если я хочу решить систему линейных уравнений, что A на U равняется V, то я должен это V слева матрично умножить на обратную матрицу вот к этой A. Ну, оно не A, оно B. На обратную матрицу к матрице B. То есть вот этот вот вектор есть решение системы линейных уравнений. То же самое можно сделать, и на самом деле более эффективно. Ну, если матрицы большие, нам нужно решить всего лишь одно или небольшое число систем линейных уравнений, то считать обратную матрицу – это, в общем-то, некоторый оверкил. Это даже, хотя это делается сишной функцией из библиотеки, это все равно довольно дорогостоящая операция. А вот решить систему линейных уравнений с матрицей B и вектором правой части V и получить вектор неизвестных U можно при помощи функции solve. Если это, ну, еще раз я говорю, если нам надо решить всего лишь одну систему, то вот это будет эффективнее, чем сначала считать полную здоровенную обратную матрицу. Но опять же давайте проверим, что если я нашу матрицу B умножу на вот это наше предполагаемый вектор решений U и вычту вектор правых частей V, я получу нулевой вектор. Следующая операция из линейной алгебры, но это тоже вполне часто полезная операция, это нахождение собственных значений и собственных векторов. Значит, для этого служит функция EG Eigen Values и Eigen Vectors. Eigen – это немецкое слово собственное. Вот, значит, она возвращает U-пл из двух элементов. Массив собственных значений и массив собственных векторов. Поэтому, в общем, наиболее удобно использовать вот так, имея в левой части присваивание две каких-то переменных. Вот, значит, у нашей матрицы есть два собственных значения, вот такое и вот такое. А вот собственные векторы. Но тут я должен, на самом деле, уточнить, то, что на самом деле собственные векторы здесь написаны в столбик. На самом деле, логичным образом они написаны. Это правые собственные векторы. То есть вот этому собственному значению соответствует вот этот собственный вектор, а этому соответствует вот этот собственный вектор. Поэтому, если мы хотим проверить, что вот эти штуки действительно являются собственными векторами, соответствующими вот этим собственным значениям, мы должны что сделать? Мы должны вычленить вот этот столбик. Вот для И в диапазоне 0,1 я беру вот этот нулевой либо первый столбик, то есть собственный вектор, матрицу В на него умножаю и вычитаю тот же самый вектор-столбец, умноженный просто на собственное значение. Должен получить, в общем-то, я сплошные нули. В результате я вижу, некоторые из них прямо оказались... Так, сейчас, все... А, ну да, некоторые оказались нули, некоторые оказались здесь в минус шестнадцатой. Так, теперь вот это вот я сделал питонским циклом. Что, ну, как бы, не вполне соответствует идеологии. Идеология НУМПИ говорит, что с массивами надо работать как в целом. Эту же проверку можно написать для массивов как в целом. Вот мы еще не встречали такой оператор ДИАГ, который из одномерного массива строит двумерный массив, матрицу, где эти числа стоят по диагонали. То есть вот здесь я создал диагональную матрицу, у которой по диагонали стоят собственные значения. Вот здесь вот я написал В матрично умножить на... на вот эту матрицу У, состоящую из... А, честно говоря, это мне не нравится. Что-то я тут недопонимаю. Я бы ожидал, что здесь должно быть все нули. Ладно, сейчас что-то мне лень с математикой возиться. Здесь что-то не в том порядке где-то написано. А, может быть, вот здесь надо в обратном порядке писать. Может быть. Ну-ка, давайте я попробую. Ну, это я сейчас наобум говорю. Я здесь ошибку сделал. Может быть, здесь будет лучше, если я напишу У умножить на Д вот так. А, да, конечно, вот так надо написать. Это фактически та же проверка, та же проверка, но в чисто матричном виде. А это означает, в свою очередь, что если я матрицу В справа умножу на матрицу У, которая состоится из столбцов собственных векторов, а слева на обратную к ней матрицу, то я получу диагональную матрицу. Вот здесь я вижу нули. Ну, этот 0, на самом деле, 10-16, но это 0. А здесь я вижу мои собственные значения, минус 0,5 и 3,5. Всё правильно. Собственные векторы могут быть нормированы, как попало, произвольно. В данном случае, ну, Пи их нормирует на единицу. Но вот эти элементы, на самом деле, мне незачем не нужны. Но вот если я У транспонированный умножу на У, то вот эти два элемента, это будет квадрат нормы первого собственного вектора и квадрат нормы второго собственного вектора. А, а это их скалярное произведение. А матрица у меня была несимметричная, и собственные векторы вовсе не обязаны быть ортогональными. В данном случае собственные векторы действительно не ортогональны. Так, ну, ещё одна вещь, которую можно с пользой для дела делать с массивами, это делать с ними преобразование фурье. Вот, допустим, я сделал опять какой-то массивчик. В данном случае этот массивчик состоит из таких вот линейно растущих чисел от нуля до единички. Линейная функция. Теперь в NUM-P есть подпакет FFT, Fast Fourier Transform. Я из него импортировал две функции, FFT и IFFT, Inverse Fast Fourier Transform. И напустил FFT на вот этот вот массив. Я получил некий одномерный массив комплексных чисел. Комплексные числа мы ещё не встречали, но, в общем, как-то в общем введении в Питон вот в тех первых лекциях я как-то не счёл нужным. Далеко не все закоулки Питона мы там обследовали. С комплексными числами он работает вполне нормально. Впрочем, он использует дурацкое инженерное обозначение J вместо I. Ну, так было решено создателями. Значит, и Фурье-образ вот этого действительного массива есть, естественно, комплексный массив. Ну, я так наизусть не могу сказать, насколько он правильный и хороший, но если я сделаю обратное преобразование Фурье, я должен получить исходный массив. И действительно я его получаю. Во-первых, вот видно, что все мнемые части равны нулю, то есть я его получил в комплексном виде. Мемые части все упорно равны прямо в точности нулю, а действительная часть, вот первая должна быть нулём, она есть 10 минус 15-й получилась. Остальные вообще получились, так сказать, точно. Ну, с той точностью, с какой эти числа здесь печатаются. То есть, сделавши прямое преобразование Фурье следом за ним обратно, я получил, в общем, тот же исходный массив данных. Ну, и, наконец, в оставшиеся 9 минут, или даже, скорее, мне 5 хватит, я покажу, как из массивов можно графики строить. Для этого используются... Вообще говоря, в питоне есть не меньше 10 точно, но, я думаю, больше разных пакетов для построения графиков. Но как-то вот в этой экосистеме, основанной на Нумпи и его родственниках, более принято использовать матплотлип. Матплотлип действительно в каком-то смысле удобная библиотека, довольно гибкая, но с несколько, скажем так, старомудным интерфейсом, скажем так, не объектно-ориентированным. То есть, в нем нет объекта типа график, с которым можно чего-нибудь там делать, а в нем все передается через некое глобальное состояние. То есть, создается текущий график, потом мы как-то с ним работаем, и вот он все время один, вот этот текущий график. Это не очень удобно на самом деле. Но если график нужен один, а потом другой, то это вполне достаточно. Вот, значит, я импортировал функцию плот для двумерных графиков. Для трехмерных там отдельные свои есть, и мы их в следующий раз посмотрим. Теперь, вот поскольку здесь, я сейчас сижу в веб-браузере, в котором находится и питонский ноутбук, и питон содержит некую специальную директиву, которая начинается с этого процентика. Ну, их там есть несколько. Это именно расширение, связанное с и питоном. Это не свойство питона как такового. Но, в частности, есть директива, специально привязанная к матплот-либу, которая говорит, что где строить графики. Inline означает строить прямо здесь же, в этом же браузере. Там существует несколько других каких-то альтернатив, типа строить их в отдельных окошках. Я сейчас наизусть не помню. Но нам удобно строить их прямо здесь же, в этом же браузере. Значит, если я этой функции плот передал массив из... Ну, в данном случае я передал список реально. Это не очень важно, потому что на самом деле матплот-либ всегда любой список функций array сразу же преобразует в массив. Вот. То есть я передал реально массив из трех чисел 0, 1 и 0, 5. И плот это воспринимает так, что есть абсцисса, которая принимает значение 0, 1, 2. Если бы я написал там 10 чисел, то она бы принимала значение 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. То есть по горизонтальной оси откладывается просто номер в этом списке, а по вертикальной оси откладываются числа 0, 1, 0, 5. И соединяются они по умолчанию прямыми линиями. При помощи всяких там опций можно соединять либо какими-нибудь там пунктирными, там штрихпунктирными и прочими замысловатыми линиями, либо вообще не соединять, а ставить только точки. Точки эти могут быть там круглые, квадратные, всякие треугольные и так далее. Эти все опции есть. Ну вот, в данном случае я построил вот такую ломану. Это 16-беречное число. Что? 16-беречное число. Это объект. Это адрес, я так думаю. Но это адрес вот этого объекта, который имеет тип Matplotlib Lines, LINE 2D. То есть вот этот плод, он создал объект вот такого типа. Вот здесь вот напечаталось... Ну, объект всегда, к примеру, так печатается. Объект печатается в таком неудобочитаемом виде. Но дальше, поскольку создался объект такого типа и была задана вот такая вот магическая директива, то из-за этой магической директивы результат такого типа приводит к тому, что строится график здесь же, inline, то есть в этом же окошке. Вот если я теперь задам два списка, то первый список – это будет список иксов, а второй – это список игреков. То есть я просто список иксов сделал неравномерный. Я его сделал 0, 0, 25, 1. Поэтому вот эта точка теперь имеет х-координату 0, 25. Вот. То есть вообще-то нормальный, скажем так, способ вызова плод состоит в том, чтобы передать ему массив иксов и массив игреков. А если массива иксов нету, а есть только массив игреков, то неявно предполагается, что массив иксов – это просто набор целых чисел – 0, 1, 2 и так далее. Вот. Теперь вовсе не обязательно. Этот массив иксов должен монотонно возра... А, ну да. Это я руками писал какие-то числа. Как построить график какой-нибудь более-менее приличной функции? Синусы, например. А вот так вот. То есть я создаю сначала массив иксов от 0 до 4 пи, 100 штук. Ну, я надеюсь, 100 штук тут хватит, чтобы была достаточно гладкая линия. Если не хватит, напишу 1000, мне не жалко. И в качестве массива иксов передаю икс, в качестве массива игреков передаю синус икс. Где вот этот синус, поскольку он у нас был импортирован из нумпи, он умеет считать синус массива просто по алименту. И вот получаю вполне симпатичную синусоиду. Теперь, если я могу сделать параметрические кривые. То есть вот есть параметр t, который будет у меня меняться от 0 до 2 пи. Я по х откладываю косинус t, по у откладываю синус t. Получаю окружность. Ну, эта окружность слегка сплющенная, потому что aspect ratio не единица. То есть иксовый размер, реальный размер графика больше, а игрековый меньше, как это обычно принято. Есть какая-то опция, я ее сейчас наизусть не помню, сделать, например, иксовый и игрековый размер физический на экране в точности одинаковым. Тогда это будет действительно окружность. А вот такая вот параметрическая кривая, где я строю по одной оси синус 2t, а по другой косинус 3t. Это какая-то фигура лесожу, которой все любовались на осциллографе. Я помню, мы еще в школе в 10 классе осциллографы крутили, вот такие фигуры строили. Вот. Можно задать несколько кривых сразу на одном графике. В данном случае, например... А, ну да, вот видно, что здесь создалось 3 объекта, 3 объекта, каждый из которых есть двумерная линия. Им автоматически присвоились какие-то цвета. Первый цвет по умолчанию синий, ну, второй зеленый, третий красный, как видно, да? Это Матплотлиф сам их присваивает. Если вам не нравится, можно изменить. Вот. То есть здесь я задал одну кривую, которая есть х, запятая х. Это линейная функция. Вот она линейная функция, вот эта вот синенькая. Вторая, по горизонтали у нее х, по вертикали у нее х квадрат, это парабола. Это вот эта вот парабола стала быть вот эта вот зелененькая, которая вот до 4-х доросла. А это вот кубическая кривая, которая дорастает до 2-х в кубе, то есть до 8-ми. Она вот красненькая. Так? Можно было, например, вы можете выше поднять, выше 4-х? А можно было сказать сначала плод от х, а потом, получается, передать тюбл, о, не тюбл, а, допустим, список из х, х, п? Не знаю, не знаю. Ну, тут, возможно, несколько разных способов, но я не уверен. Это надо проверять, надо в документации посмотреть. Плод действительно поддерживает изрядную кучу способов написания аргументов, но все же, ну, не бесконечно много. Поэтому я не уверен, поддерживает ли он такой способ. Надо проверить. Ну, и некое, скажем так, минимальное регулирование цвета и типа линий. Вот здесь вот проиллюстрировано. Вот здесь вот кривую, у которой по горизонтали х, по вертикали синус х, я хочу, чтобы она была red, красная и сплошная. То есть вот здесь я передаю просто строку. Строку, ну, в каком-то смысле формат кривой. Такой способ регулирования позволяет довольно ограниченную свободу. Но некоторые основные типы линий, тем не менее, можно. Сначала пишется цвет. R, G, B, еще там какие-то существуют цвета, которые задаются вначале. А потом вот просто минус значит сплошная кривая, минус минус означает штриховая кривая, точка означает точечная кривая, минус точка или, может быть, точка минус означает штрихпунктирную кривую. В общем, некоторые наиболее простые подстройки цвета и типа линий. Да, то есть еще какие-то, ну, как бы, типы линий, которые линии вовсе не содержат, а содержат только точки, не соединенные. То есть матплотлипык соединяет прямыми, просто ломаную линию строит. Когда я тут сделал массив из 100 элементов, то я, в общем, надеюсь, что ломанность этой линии не видна при этом разрешении экрана. Поэтому если бы я писал отдельными точками, они бы все просто слились, их просто через чур много. А если бы здесь было не 100, а всего лишь 10, ну, давайте посмотрим. 10 – это будет ощутимая ломаная линия. 10 – это очень даже ломаная линия. А если я вот здесь вот напишу, если я вот здесь вот напишу, по-моему, буквку О, если я не ошибаюсь, то это означает точки не соединять. Точки не соединять, а каждую рисовать в виде кружочка. То есть тут довольно много можно сделать даже вот такими простейшими средствами, вот этой форматной строкой. Но далеко не все. Есть более детальные способы регулирования. Там толщины линии, РГБ-цвет там любой задавать, а не просто один из конечного списка, еще что-то. Они требуют отдельных вызовов. Не просто плот с кучей аргументов, а еще какие-то настройки, которые, некоторые из которых, я так думаю, мы все-таки в следующий раз обсудим, потому что гибкость в построении графиков есть вещь очень полезная. Поэтому, в общем, возможности пакета Matplotlib, пожалуй, нужно более-менее представлять. Ну, тут, в общем-то, я думаю, как раз у нас время к концу подошло. Тут как бы естественно эту лекцию и закончить. Тем более, что дальше еще. В кутишное окно можно рисовать? Не, написал. Что? Плот, можно в кутишное окно рисовать? В какое окно? В кутишное. В кутишное? Должно быть, можно. Там есть разные типы окон. Можно в кутишное окно. Кстати, очень простой вызов, который я даже, пожалуй, и помню, позволяет не рисовать в окно, а сохранить файл. Причем сохранить файл можно в apps формате, можно в pdf формате, и можно в пиксельных форматах, типа там png или там jpeg какой-нибудь. Это в основном нужно для того, чтобы вставлять в веб-пэйдж какой-нибудь график. Тогда нужен пиксельный формат. А для нормального, так сказать, научного использования, конечно, нужны векторные форматы. Ну, то есть обычно apps или pdf. То есть можно вместо того, чтобы прессовать куда бы то ни было, можно сохранить файл. А этих бэкэндов есть несколько. И кутишный бэкэнд там тоже есть. Я сейчас не помню, как задать ему кутишный бэкэнд. Здесь кутишный, vxwidgets, и еще, по-моему, какой-то, который в отдельных окошках рисует. ГКТК, наверное. Вот я думаю, штуки три есть. Ну, ладно. Все на сегодня. Так, это я на всякий случай сохраню. Продолжение следует...